Вот здесь я вернусь прямо к самому началу нашего разговора, потому что вот когда мы говорили о разрушении науки отечественной, мне все-таки непонятно, люди, которые создали такие условия, при которых не финансировалась наука, они были недостаточно компетентны или это делалось целенаправленно? То есть, или когда мы говорим о том, что вот они взяли, собрались и решили, вот мы будем уничтожать промышленность и науку, это уже конспирология. Не могу понять. Нет, вы знаете, это же на самом деле не так. Понимаете, ведь надо было что-то менять, да? Это правильно. Но самый простой путь – двигаться на отрицание. И люди, достигнув успеха на этом пути, они его закрепляли, а дальше они, знаете, вот у Евтушенко есть такое очень хорошее стихотворение – логика влезших и не влезших в трамвай. И смысл его в том, что идет трамвай, облепленный людьми, а рядом бегут люди, которые хотят сесть. И они бегут, а те, кто уже в трамвае, их ногами отбивают, чтобы они не прицепились. Но самое интересное в том, что как только человек прицепился, он сразу начинает бить тех, с кем бежал рядом. И на самом деле это вот такая простая очень аналогия, она по сути такая. Вот эта логика так и происходила. Но то, что нужны перемены, это был факт, но не нужно уничтожение. Ведь, знаете, вот такой был генерал-рековер, адмирал американский, который аналог нашего Александра, он был автор, отец атомного флота американского. Он где-то там в 60-х годах сказал, что главный враг национальной безопасности Соединенных Штатов – это советская средняя школа. Понимаете? И когда нам начинают объяснять, что у нас нет образования, у нас нет... Ну это же смешно, наших людей берут, мы никого к себе как бы не берём, да, ну не переманиваем, как это делается. А наших людей берут как лучших, как наиболее образованных, наиболее творческих, правильно подготовленных. И это есть наглядная, как бы, оценка уровня нашего образования. Понимаете? Которая говорит о том, что на самом деле представляет наше образование. Представляет или представляла? Представляет. До сих пор. Ведь, понимаете, оно же разное. Вот у меня ребёнок, мой сын, учился в 45-й школе, английская, знаковая школа, где был миллиграмм, такой известный директор, где масса поколений прошла и прочее. Потом вот внук в эту школу шёл, она рассыпалась, как бы всё из-за руках менялась, все прыгали, скакали. А вот у меня внучка сегодня, там, 7 лет разницы, она уже учится, ну не в этой школе, неважно, уже стабильно, не меняя школу, не прыгая ни по каким-то там частным, не частным. Нормальное образование, глубокое, совсем другое, и модифицированное, и очень современное. Понимаете? Ну, всюду картина разная, но по факту произошли глубинные изменения в образовании. Это так же, как они происходят в науке. Понимаете? Вот мы с вами видим, скажем, вот Курчатский институт – одно из лучших научных учреждений мира по факту. Как было, так и есть. И сегодня одно из лучших и передовых учреждений мира по тематике, по смыслу, по наукам, по наукам тем, которые мы развивали раньше, и по совершенно новому. В полном смысле мы впереди планеты всей. Вот Академия наук чуть-чуть задержала в своём реформировании, но сейчас тоже подтянется. Идёт реформа, она идёт болезненно, что естественно. Но это происходит. Понимаете? На самом деле, я очень доволен беседой, если она была вам интересна и Евгению. Это первое. А второе – вопрос неожиданный. Вы знаете, наверное, меня ничто не поразило в вопросах. Но вопросы все были, надо сказать, что правильные. Я ещё когда на предварительной стадии, я был поражён профессионализмом вашей команды, потому что вот все вещи, которые вы предварительно, так сказать, в виде возможных вопросов обсуждали, они были очень глубоко, так сказать, сформулированы. И было видно, что за этим стоит большая глубокая работа. И это сегодня я увидел во время беседы, по факту.